Максим Литвинов 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 И машина для меня непростая, я никогда в жизни не имел новой машины, вообще никогда не ездил на них, на новых машинах. То есть, когда я сел в автосалоне, чтобы проехать на машине стоимостью 36 тысяч долларов, собственно говоря, которую машину мне и подарили, меня эмоции действительно захлестнули, это видел Алексей Сухачев, он меня как раз по автосалонам водил. То есть, это действительно отличное ощущение, это самое главное, что я хотел сказать. Я знаю, что многие из моих партнеров уже сейчас готовятся к автобонсу, кто-то сейчас его уже получает, и в ближайшее время пойдет очень много машин. Много машин. В этом году будут машины с надписями «Айвави» ездят по всему миру, не просто по Украине, а по всему миру. Желаю каждому из вас получить свою машину в ближайшее время, в ближайшее будущее. Всем спасибо. Моя стоит 80 тысяч долларов. Я, в принципе, не собирал заменять машину, у меня и так хорошая машина была. Но из жадности. Я в том, чтобы не пропадал, я по меня. Она стоит вот там черная. Видели? И теперь я не знаю, что будет сейчас. Я не знаю, что будет сейчас. Когда я встретил Билла Старки на своей новой машине в аэропорту, он вышел из таможни с таким большим ящиком с ручкой. Я думаю, или тинкер какой-то, или винтовка. Я даже не знаю, что в этом ящике. Но он сказал, что это какой-то сюрприз, поэтому я Биллу Старке передаю слово. Билла Старке передаю слово. Вот мне понравилось то, как закончил Атилла. Каждый раз, когда он отсюда уезжает, он чувствует себя заряженным. А каждый раз, когда я уезжаю с Украины, я на 10 килограмм тяжелее уезжаю. Да, поэтому не обращайте внимания, если я немножечко ослаблю галстук и расслаблюсь. Что хотел сказать, у нас такие классные люди в компании, да, и то, о чем говорил Евген, на самом деле, я привез кейс из-под ружья с собой. То, о чем говорил Евгений Свобода. И ребята на таможне даже не знали, что со мной делать. И, соответственно, я знал об этом заранее, да, я предугадал это, ну, и я положил немножечко денег по карманам у себя перед тем, после того, как спустился с самолета. Ну, и, соответственно, мой план был такой, как увижу первого таможенника, попросить ему, господин, а вы не поможете мне понести мои вещи? Ну, и вот немножечко денег, как благодарность. Ну, и вот так вот, все это попало сюда. Вот эти трое, Влади, Евген и Атила. Это те люди, которые начали эту компанию вместе со мной, работают с самого начала. И когда вы начинаете что-то новое, это всегда сложно. Есть драконы, монстры, враги. И очень много то, с чем приходится бороться. И вы все слышали то, о чем я говорил, что важно хранить веру внутри. И, соответственно, нужно воспитывать в себе сильный характер. И никогда не выпускать цель из вида. И, соответственно, ко мне пришла идея, что же я могу сделать такого особенного для этих троих. Вот как раз буквально прямо перед тем, как я сел на самолет. И я подумал, что ничего не лучше, чем настоящий меч. У нас тут, соответственно, есть надписи. Подушевляет, объединяет и помогает нам строить мир. Очень рад подарить вам этот меч. Спасибо за...